Привет, друзья, с вами я, Тиран. Сегодня будет видео обзор и рынка в целом, и криптовалюты. У меня в 2018 году на канале я поставил видео, что охота над институциональными инвесторами начнется. И вот этот год, по сути, можно сказать, что официально началось. В этом году было первое заявление от Fidelity, что они хотят 20% из клиентских портфолио направить на криптовалютный рынок. Ну, конечно, 20% — это очень большое, очень агрессивное высказывание. Конечно, это будет 3-5%, наверное. Но самое важное то, что уже это реальный шаг, чтобы получить добро от регуляторов и начать отделить места в портфолио для криптовалюты. После Fidelity — Goldman Sachs. И после этого было заявление от Coinbase, что BlackRock в партнерстве с Coinbase будет предлагать криптовалютные разные проекты их клиентам. И в моем видео в 2018 году, кстати, я об этом забыл, в группе напомнили. Я говорил, что как только один начнет это делать, сразу же все остальные очень в маленький промежуток начнут то же самое делать. Потому что если ты не предлагаешь возможность для клиента, чтобы в его портфеле было некое количество криптовалюты, то, конечно, этот клиент или от тебя частично уйдет к другому, кто это предлагает, или же новые деньги просто потекут туда. А фонды работают, зарабатывают на комиссиях на несколько триллионов долларов. Это активы, которые они делают менеджмент для своих клиентов. Могу добавить то, что после объявления, что BlackRock выбрал Coinbase, я открыл позицию вверх на Coinbase. Почему я это сделал? Потому что BlackRock, Fidelity, GoldenSax и другие вот этого масштаба, они для своих целей, они могут купить компанию. Они могли создать свой собственный экшенж, кошелек и все нужные атрибуты для того, чтобы предлагать их клиентам криптовалютные сервисы. Но они решили не делать этого, не создать свой собственный. Плюс они решили не купить Coinbase с потрохами, так говорится. Вместо этого партнерство с Coinbase. Не первый, не второй вариант, а выбрали третий партнерство. Значит, у них планы на долгосрок. И по каким-то причинам правильнее будет сотрудничество. Хотя для BlackRock ничего не стоило. Ни создание вот этих программных обеспечений, или сразу же просто покупка готовых решений. Плюс в последнем моем видео, и помните про Ripple, я сказал, что когда CES отправили письмо, в том числе и Coinbase, что расследование будет, и мы посмотрим, вы продавали security или нет. А Coinbase так жестко ответил, что у нас не было и нет security, и точка. То есть это поведение, оно не исходит из воздуха. Если учитывать то, что в Coinbase вообще инвестировал сам Стивен Витчин, министр финансов США. Плюс Coinbase очень тесно связан с Circle, Ethereum, Alias. Поэтому, исходя из такой позиции, они так и жестко ответили. В этом видео я сказал, что действия Coinbase никаким образом я не буду принимать как что-то в ряду совсем. Нет. Такие инвесторы и такая цепочка партнеров однозначно ставит Coinbase как биржа, как криптовалютный кошелек на другой уровень по сравнению с другими. Коротко, 2022 год – это год, когда инвестиционарный сектор делает конкретные шаги, к чему я очень рад. И в конце касательно этой темы добавлю то, что я получил письмо, как и все другие, которые имеют подписку на ArchInvest, Katie Wood. В этом письме был очень простой график, где показывается приблизительный рост биткоина при входе инвестиционарного сектора. И тут самое важное то, что инвестиционарный сектор никоим образом не будет не обращать внимания на хорошие проекты. Проекты, которые имеют использование и нужды в будущем. Так что, если у вас в портфеле есть проекты, которые решают конкретные задачи, дают конкретные возможности программистам и со стороны смарт-контрактов, и со стороны микропейментов, и со стороны NFT-маркетплейсов, много есть, спектр довольно большой. Самое время еще раз пересмотреть свой портфель и максимально держаться тех проектов, которые имеют очень хорошую перспективу. Потому что эти большие фонды, кроме очень известных названий, как биткоин, например, они все понимают, что самые большие деньги будут из проектов, которые имеют использование. Если в начале будут знаменитые имена в портфолио, то через очень короткое время вот это портфолио для каждого клиента будет 100% иметь в себе топовые проекты. И поэтому никоим образом не смотрите на цены, которые сегодня есть. Все эти цифры, они ничего не значат, они ничего из себя не представляют. До входа, полномасштабного входа институционного сектора. Тогда все цифры, которые есть, они будут выглядеть как... Мы думали, маркеткап, там 100 миллиардов коинов. Маркеткап, если будет 5 долларов, это будет полтриллиона долларов. Этого не будет. Или если будет 10 долларов, то 1 триллион капитализации у этого проекта. Это все покажется абсолютно стандартной, ничем не открывающей глаза цифрами. Держите хорошие проекты двумя руками. Это касательно институционного сектора и моего видео 2018 года. Второе, что интересно, это после всех этих ужасных событий касательно и BlockFi, и Celsius Network, я рад, что Nexon не в этом списке. Являясь напрямую конкурентом этих двух, я никогда не рекомендовал BlockFi, никогда не рекомендовал Celsius Network, исходя из двух причин. Например, с BlockFi мне не нравится программное обеспечение. И я всегда хотел, что та функция, которая есть в BlockFi, чтобы она была и в Nexon. Это когда приходит время ликвидации, и BlockFi давала возможность на три дня не ликвидироваться. И если ты найдешь все это, закроешь все, твои средства автоматически не будут ликвидированы. Вот эта функция всегда меня манила так, чтобы в Nexon это поставили. Кроме этого, не было ничего, чтобы меня BlockFi интересовал. А эта функция не та функция, из-за которого я бы решил вместо Nexon использовать BlockFi. А Celsius Network, самое первое видео его создателя, когда я посмотрел в своем интервью, касательно поведения корпорации, начал употреблять слово «фактем, фактем». Я, когда люди хотят, не знаю, что-то сказать, и злоба не позволяет им успокоиться и правильно выбрать слова, потому что фактем ничего не решает. Я не инвестирую вообще в проекты, когда создатель мне не нравится. Даже если проект будет просто фантастический. Я такой человек. Я люблю, когда в проекте начинаю создать создателя его поведения, его мыслей, как он говорит, что после чего, на чем акцентирует. Для меня это очень важно. Так вот, BlockFi имел сильные проблемы. И чтобы решить эти проблемы, они думали продать компанию. Celsius Network же, которая подала на банкротство, имея на счету дефицит 1,2 миллиарда долларов. Несколько людей спросили, может, пора и выходить из Nexo. Я говорил, что нет. Не имеет смысла. Хотя бы я рекомендую, я свои активы храню там. Если что-то будет, я первым обязательно об этом напишу. Так что я опасаюсь, что тут что-то не будет. Ну, я рад, что рекомендовал за все это время из этого спектра только один проект. И тот проект, который себя оправдывал. Несколько дней назад, хотя бы была очень интересная история. Я из карты друга купил криптовалюту сразу в Nexo. Они мне отправили письмо, что отправь PDF документ из банка с распечаткой, что все действия с этой картой. То есть, если он твой друг, значит, ты можешь это взять. Я сказал, ладно, я пошел в банк. В банке мне сказали, через неделю это дадут. Я пришел, написал им, что через неделю это дадут. Сразу же, 15 минут спустя, я получил письмо, что ваш аккаунт заблокирован. Ваши средства, напишите ADISA, и ваши средства будут отправлены на эти ADISA. Nexo с вами не будет больше работать. Все. Я снова пошел в банк, взял документ, что не моя вина. То есть, я честно говорю, что это через неделю будет. Это не мои слова, это слова банка. Банк мне дал этот документ, я отправил им этот документ. Еще я, паспорт и все, и все. Все нормализовалось. Это хотел сказать для людей, которые вдруг решат с помощью карты друга что-то купить. Будьте внимательны с Nexo. Это касательно Nexo. Окей, да. И почему вот это Celsius Network блок и Nexo начал об этом говорить? Потому что Ripple заинтересована в покупке активов Celsius Network. Вот такая новость вышла. И все равно, если кто сказал, Ripple сказал. Вы помните видео про адвоката? Всегда забываю его фамилию. Донат, кажется. Который представляет 60 тысяч XRP-холдеров. И то, что это дело должно быть внутри общего дела с Ripple. Так вот, судья сказал, что да, оно будет рассматриваться. И тут не 60 тысяч, а 70 тысяч. Очень хорошая новость. Далее. Степан. Да, и про Степан есть маленькая часть. Я периодически в группе говорю, что мне команда Степан нравится. Я знаю, что многим не нравится. Ну, каждого свой вкус на команды. И на проекты. Так вот, последнее обновление, которое касательно GMT-Herming, намного интереснее, чем я вообще думал, как они это будут предлагать. Вообще так, деятельность компании для меня всегда отображается в каждом шаге, который они делают. Мне нравится, когда Степан опубликовывает обучающие материалы очень простым языком, касательно Web3. Потому что они понимают, что их аудитория не оформлена, не понимает много чего. И они стоят как бы между аудиторией и криптовалютой, блокчейном. Вот в середине. Они не платформа, они конкретная программа обеспечения, делающая одну вещь. И чтобы взять максимальное количество клиентов, не только лозунгом «зарабатывайте с нами, зарабатывайте», грубо говоря. Они стараются очень много статей поставлять, обучающих материалов, что мне очень нравится. Потому что для долгосрочного тебе нужен не тупой пользователь, а пользователь с минимальными знаниями. После чего модель. Как они думают? Что делать, чтобы модель была устойчива? Я не знаю ни одной инноваторской компании, у которого не было проблем. И самое главное – это когда у компании проблемы, когда у них малое количество пользователей. Если ты можешь решать проблему, серьезные проблемы, когда у тебя миллион пользователей, как только решишь, с 10 миллионов у тебя будет намного легче вот этот путь. Поэтому, когда компания и обучает, и решает, и предлагает новые, абсолютно новые модели для развития проекта, мне все это очень нравится. И со Степаном у меня сегодня был очень интересный момент. Получилось так, что я свой второй основной кроссовок, у меня два основных. Первое на лак, все подобрено для этого. Второе для GST. И сегодня получилось так, что, имея 20 энергий, я не смог их потратить. Потому что лимит 300 GST закончился на 17 с чем-то энергии. Я должен, вынужден буду пользоваться 300 GMT за плюс 20 GST, и на Тейли Кап, чтобы ставить бюджет. Получилось, что я должен пользоваться этим. Сегодня это было в первый раз. Это со Степаном. Далее у нас два очень интересных новостей, поочередно, касательно общего рынка. Рынок и валют – это пока что ничем ценообразование, само по себе оно не имеет. Оно смотрит всегда, как маленький ребенок, на рынок акций. Но это пока. И в рынке акций очень интересные вещи происходят. Первая фундаментальная точка для меня, для входа в рынок, было, когда Фед объявил о стабилизации рынка. После чего было Unlimited Bank Program, программа бесконечных покупок, бесконечно принято денег, от Европейского центробанка. Что было с запуском рынков вверх. То есть Фед стабилизировал и себе направил вверх. После чего на это направление повлияло то, что в США выпустили Inflation Reduction Act на 300 миллиардов долларов. Сразу же тех рынок, NASDAQ, скажем так, и не только NASDAQ, но и все остальные, очень сильно позитивно реагировали на это. Потому что, другими словами, вот этот Inflation Reduction Act, это не только 300 миллиардов долларов, но и все очень много. Но вот эти напрямую 300 миллиардов долларов будут направлены на спасение корпораций. Не спасение, а для того, чтобы их позиции стали хорошие в экономике. То есть в рынке. Грубо говоря, опять появился покупатель на 300 миллиардов долларов. После Inflation Reduction Act сегодня Банк оф Америка заявляет, что депт-маркет, рынок долгов, нуждается в ликвидности. Депт-маркет из илликвид, было название так. Те, которые прошли через репоп-кризис в 2019 году, они помнят вот эту неликвидную ситуацию в рынке. Я вспомнил просто то, что до этого кризиса такие заявления я видел. Я видел, что Сити, кажется, объявила об этом. Есть вот такая проблема неликвидности. И сейчас же приходит такая новость. Другими словами, если так легко сказать, я всегда говорю, что нужны поводы для печата денег. Чем страшнее эти поводы, тем лучше. И вот когда тебе говорят, что рынок нуждается в ликвидности, это тебе говорят, что рынок долгов нуждается в деньгах, в новых долгах. А чтобы создавать долги, нужно печатать. В первую очередь нужно их печатать. И та же самая ситуация. И тогда говорили, что рынок нуждается в ликвидности. И сейчас начали это говорить. Кажется, все. Спасибо всем. Если интересно было, дайте знать в комментариях. Увидимся.